В рамках больших вести и вести Ульяновск в студии Владислав Витковский. Добрый вечер. Смотрите в нашем выпуске. Операция «Ы» или «Крещенские приключения незадачливого водителя». Полдня сегодня ульяновские спасатели вытаскивали трактор, провалившийся под кровью. Мера вынужденная, но обоснованная в регионе, вступила в действие постановление об обязательном вакцинировании людей 60+. Ульяновцы готовятся к ночному погружению в Иордань. Советы врачей, рекомендации моржей в материале Марины Тимофеевой. И начнем выпуск с ЧП, которое сегодня днем произошло на Свияге. Под лед провалился многотонный трактор. Происшествие случилось напротив Аквамола. Механик успел вовремя покинуть машину и не пострадал. К моменту приезда съемочной группы его уже не было. На месте разъяснить, как трактор оказался в водоеме, никто из присутствующих не смог. Операцию по спасению техники развернуло городское управление гражданской защиты. Чтобы зацепить трос в воду, погружались водолазы. Однако вызвали технику из ледяного плена. С первого раза не вышло. Потребовалось несколько попыток. В итоге к операции пришлось привлекать экскаватор, который разломал лед ковшом. Лишь после этого трактор начал движение к берегу. В течение трех с половиной часов проводилась операция по тому, чтобы извлечь данное транспортное средство, принадлежащее частной организации, с того места, где оно находилось. В мероприятии было задействовано 14 человек и 5 единиц техники. Ковидная инфекция дала отдышаться, но не отпустила полностью. В регионе снова фиксируется рост заболеваемости. За последние сутки плюс 158 инфицированных, 12 человек умерли. Среди них большая часть лица старше 60 лет. Тревожный звонок вынуждает регион действовать радикально. Укол становится обязательным, но только для старшего поколения. Это связано с резким скачком заболеваемости ковидом лиц серебряного возраста. Если еще в декабре 2021 года на долю возрастной группы приходилось 37% от всех зарегистрированных случаев заболевания, то за две с небольшим недели января процент вырос до 60. Это, к сожалению, вынужденная, но абсолютно обоснованная мера защиты наших граждан, наших старших граждан, от коронавирусной инфекции, от ее особенно тяжелого течения. По постановлению главного санитарного врача региона, первый компонент вакцины пенсионеры должны сделать до 7 февраля. Этой же датой ограничена ввод однокомпонентной вакцины. Пройти иммунизацию полностью группа риска должна до 7 марта. Впрочем, для бабушек и дедушек сроки формальность. Старшее поколение сами понимает важность прививки. Среди моих знакомых очень много заболевших и умерших. Я считаю, что это просто наше государственное дело. Стоит отметить, уколов жизни хватит на всех. Запасы вакцины регулярно пополняются в регионе. Вот, например, первая поступившая партия этого года – десятки коробок спутника. После новогодних праздников поступила вакцина ГАМ-КОВИД-ЛАК в количестве 24-600 доз. И препараты для лечения ковидных больных в мобулаторных условиях – умифенавир в количестве 8560 упаковок. Еще одна причина столь радикальных мер вакцинации – надвигающаяся угроза в лице нового штамма – омикрон. По оценкам экспертов, его вспышка может быть масштабнее, чем все предыдущие волны ковида. Мутация вируса уже поразила более 800 россиян. По заявлениям специалистов, омикрон протекает легче, чем предыдущий штамм. Однако он более заразный и распространяется очень быстро. И практически в течение трех дней может заболеть все окружение, которое контактировало с человеком-носителем. До Ульяновской области омикрон пока не дошел. Регион времени не теряет, делает все, чтобы обеспечить готовность системы здравоохранения к росту заболеваемости. Уже есть план открытия резервных коек. Прорабатывается вопрос о дополнительных поставках кислорода. Для сохранения высоких темпов тестирования купили 48 тысяч экспресс-тестов. До конца января закупят еще 24 тысячи. Максим Бажанов, Алексей Прохоров. Вести. Ульяновск. При росте заболеваемости COVID-19 ограничения ужесточат, пока до 1 февраля кинотеатры, кафе и рестораны работают и в ночное время, а не до 23.00. Напомню, в конце декабря прошлого года заведением общепита разрешили работать в ночном режиме. Причина – общее улучшение эпидемиологической ситуации во время COVID-истории. Смягчение длилось до 14 января. При этом одновременно сохранялись другие ограничения. Это наличие у посетителей свежего ПЦР-теста, либо сертификата о вакцинации или QR-кода. После окончания срока ночной режим работы решили сохранить до 1 февраля. Это зафиксировано в новом указе губернатора Алексея Русских. Спасибо. Спасибо. Это было из расслабления. Поэтому сейчас как раз будем подробно с коллегами общаться. Это показало себя достаточно неплохо. Новогодние праздники мы прошли с определенным экономическим подъемом. И предпринимателям во многом удалось хотя бы сегодня немножко закрыть те дыры, которые были в осенний локдаун. Ульяновский ресторатор Дмитрий Акулин считает, что уместнее жить по другой формулировке, а именно или ограничения продлеваются или отменяются. А вот понятие смягчения приучает к тому, что малый бизнес уже должен привыкнуть к ограничениям. Поэтому в сухом остатке здорово, что мы сейчас работаем без ограничений по времени. Для многих коллег это очень важно, это очень болезненное было ограничение. И хочется, чтобы мы в ближайшее время о нем забыли. По словам Дмитрия Акулина, такое послабление благотворно скажется и на работе общепита, который открыт до 12 ночи. Ведь ранее он, согласно ограничениям, закрывался в 11 вечера. А сейчас дополнительный час работы скажется на притоке поздних посетителей. При этом меры антиковидной безопасности никто не отменял. Это было сказано в ходе видеоконференции. Ее провел Руслан Гайнединов с представителями малого бизнеса. Руководитель корпорации призвал предпринимателей не расслабляться и более тщательно следить за работой персонала и поведением посетителей. Регион должен быть готов, что уже в ближайшие дни новый штамм коронавируса появится и в Ульяновской области. Это обсуждали сегодня и на аппаратном заседании правительства. О других новостях, озвученных на штабе, расскажет Марина Тимофеева. Обильные снегопады вывели на региональные трассы свыше 400 тракторов, грейдеров и самосвалов. Их работу круглосуточно проверяют дежурные группы. Все силы направлены на очистку дорог, чтобы не допустить или хотя бы сократить число увеличившихся случаев ДТП. Две трети всей техники работают днем и 100% с дополнительными наемными единицами мы работаем уже в ночной период времени. И если жалоб на работу региональных служб нет, то в городе ощутима нехватка как техники, так и кадров. Сухие отчеты на сайте администрации областного центра разнятся с реальной ситуацией. На центральных магистралях порядок. Стоит с них свернуть, разъехаться машинам сложно. Имеющаяся техника у нас сегодня работает полторы смены. Просто потому, что не хватает водителей, механизаторов. Проблема. Проблема, вызванная первой интенсивностью работы. Приходится работать и день, и ночь. Вторая проблема связана с низкой оплатой труда. Теперь ее удвоят в январе и феврале. О росте зарплат в регионе начали говорить еще в прошлом году. На 2022-й задача повышения благосостояния ульяновцев на первом месте. 60 тысяч ульяновцев ощутили увеличение заработной платы. Это все сотрудники коммерческой сферы. Мы должны выходить на двукратный темп рост заработной платы, двукратный темп инфляции. Мы говорим прежде всего об ориентировании 15-20% повышения уровня оплаты труда в 2022 году. Для малого и среднего бизнеса уже готовится программа поддержки, чтобы те, в свою очередь, шли на увеличение дохода их специалистов. Отмечу, что сегодня Ульяновская область занимает третье место по темпу роста зарплат в ПФО. Также на аппаратном совещании был поднят вопрос об отсутствии льготного горячего питания для детей из многодетных и малоимущих семей в Ульяновском районе. Алексей Русских раскритиковал работу главы муниципалитета и обозначил, что подобное решение недопустимо. По моим данным, на первый квартал в советском бюджете района на эти цели не предусмотрено. Горячев Сергей Олегович, прокомментируйте ситуацию. Мы не предусмотрели ее, мы о ней знали. Просто в первоочередных задачах депутаты приняли решение, что пока приостанавливаем эту норму поддержки. Поставлена задача льготу школьникам вернуть в кратчайшие сроки. Марина Тимофеева, Сергей Свешников, Вести, Ульяновск. Прокладывал себе путь ножом. Злоумышленник ограбил магазин на улице Минаева. Мужчина зашел в торговую точку, набрал различных вещей, в примерочный спрятал их в рюкзак. На выходе работники магазина попытались задержать злоумышленника. Однако последний достал нож и начал им размахивать. После чего покинул место происшествия. Полицейские очень быстро установили личность злоумышленника и на следующий день задержали мужчину по месту жительства в селе Старо-Тимошкино Барышского района Ульяновской области. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Сегодня в Крещенский сочельник клирики Симбирской епархии осветили открытые водоемы и воду в оборудованных местах для купания. Например, традиционно освещена иордань в районе главного корпуса Улгу, которую каждый год оборудуют по всем правилам безопасности. Нам МЧС рекомендовало в этом году с одной стороны сделать сходни. Лестницу мы обычно с двух сторон делаем. Но вот в этом году с точки зрения безопасности МЧС порекомендовало. Значит, исполняем все их рекомендации. Глубина должна быть, небольшая глубина, дно должно быть жестким. Там доски. Сегодня поставим палатки здесь будут для удобства людей. Будет костер, вот завезли дрова сегодня для того, чтобы можно было согреться после купели. Освещение, прожектор будет. Я поздравляю вас с праздником Крещения Господня. И хотелось бы напомнить, что, конечно, Господь берет на себя наши грехи, но мы должны сами противостоять злу внутри нас. Господь нам в этом надежный помощник. По информации Симбирской митрополии, в ночь с 18 на 19 января на Свияге будут освещены Ордане напротив автомеханического техникума, возле храма в честь Благовещения Пресвятой Богородицы на улице Шолмова, на реке Волги, в новом городе в районе Турбазы Роза Ветров. Купели также будут освещены на прудах и источниках в селах Арское, Белый Ключ, Аненково, Луговое, Большие Ключище, Паникий Ключ, в поселках Карлинское на территории храма и в Ишеевке на улице Колхозной. В селе Ундера светят сразу несколько купалин на источниках возле храма на территории завода Волжанка и возле общественно-реабилитационного центра. Безопасность желающих окунуться в Иордань будет обеспечиваться силами сотрудников МВД и МЧС. Спасатели настоятельно рекомендуют погружаться в Крещенскую Иордань только в специально оборудованных местах. Их по региону свыше 70. А вот кому можно это делать, а кому нет, и как правильно подготовиться к обряду, об этом Марина Тимофеева. Бодро и под музыку ульянские моржи отправляются на привычные процедуры. Погрузиться зимой в воду – особый для них ритуал. И если для обычного человека ледяная вода – это стресс для организма, то для них образ жизни – здоровой жизни. Всех приглашаем на крещенские купания. И будете здоровы. Елена Семенова обливаться холодной водой начала еще в детстве. А стаж моржевания – 10 зим. Поэтому советуют к Крещенской Иордании готовиться не только морально, но и физически, испытав свой организм холодными температурами. Дома, в ванной, хотя бы холодные какие-то прохладные ванны. Если может, обливаться из ведра, хотя бы там утром или вечером. Потихоньку и только при условии, что тепло и комфортно организму – одно из правил погружения в воду зимой. Об этом говорят и врачи. С головой и тем более с разбегу чревато холодным шоком. А это и судороги, и головокружение, и увеличение частоты сердечных сокращений. При погружении в эту ледяную воду происходит спазм сосудов. И это может пагубно заказаться на состоянии здоровья. Иногда это заканчивается сосудистой катастрофой. Людям с хроническими заболеваниями окунуться в ледяной прорубь медики не рекомендуют. Лучше хорошо взвесить свои силы. Освященники напоминают, что популярная традиция погружения в крещенскую воду не заменяет богослужения и таинства. Марина Тимофеева, Домир Губеев, Вести, Ульяновск. И о погоде, какой она будет в ближайшие сутки, об этом далее. На этом все. Я благодарю вас за внимание. Всего доброго. Приятного вам вечера. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok